Детское радио Детское радио! Радио! Запасной день рождения Гали День рождения девочки Гали был в декабре, но ждать его не было никаких сил, и Галя сказала А давайте мы сделаем запасной день рождения Это как это запасной? Спросила Аська Ну так, у лётчиков бывает запасной аэродром, У машин запасное колесо, и у меня будет запасной день рождения летом Пирсик и девичек обрадовались Ой, хорошо, будет праздник! Сорока Зойка сказала Ура! Я вам все вещи подарю, которые в секретиках взяла И денежки, и часики на ленточке, и бусики с брошкой, и перламутровую бабочку Терпсихор сказал У меня есть косточка Косточка из желе Нежёваная Я тебе её подарю Зачем мне косточка нежёваная? Удивилась Галя Я не жую косточек Ты её спрячь А когда у меня будет день рождения Ты её подаришь мне А кошка Аська вдруг сказала Это неправильно Запасной день рождения Почему? Удивились все С каждым днём рождения Галя становится старше А когда она станет совсем старшей У нас не будет нашего игрушечного мира Ну почему? Спросил Гивейчик К старшим детям не прилетают волшебники От них прячутся привидения Их не ждут в понарошечном городе А ко мне всегда будут прилетать волшебники И меня всегда будут ждать в понарошечном городе Упёрлась Галя Даже если я стану бабушкой Вдруг в комнату влетела летающая эсэмэска Это потом Галя и Аська узнали Что это была эсэмэска А сначала они увидели Летающий прозрачный квадратик С неровными краями «Ой!» Сказала Галя «Ой!» Сказал Гивейчик А Аська подпрыгнула И попыталась схватить прозрачный листок лапой Это ей не удалось Листок только чуть-чуть отлетел в сторону Потом он сам подлетел и приклеился к стене Это была записка, написанная корявыми печатными буквами В углу записки был нарисован весёлый Роджер «Я знаю, кто это!» Закричал Гивейчик «Это пиратская бабушка! Давайте прочитаем!» «Я не умею читать!» Сказала Галя «И я не умею!» Сказал пирсик «Я тоже не умею!» «Но я почувствую!» Кошка внимательно посмотрела на записку Потрогала её усами и сказала «Она хочет в гости!» «А когда?» «Не знаю» «В девять часов!» Сказал Гивейчик Все удивились «Ты умеешь читать?» «Да, умею» «Когда же ты научился?» Спросил персик «Не знаю» «Гивейские люди самообучаемые» «Мы просто впитываем знания, которые вокруг нас» «Если вокруг нас кто-то умеет читать, то постепенно и мы умеем» В разговор вмешалась сорока Зойка «Она как всегда сидела на форточке и подслушивала» «И если я буду впитывать в себя знания, которые вокруг нас, я скоро лопну!» «Я так много чего не знаю» Потом она подумала и добавила «А мне много и не надо!» «А у меня своих знаний завались» «А что мы будем делать с бабушкой?» «А во-вторых, мы ничего не скажем!» «Мы просто позовем его поиграть с нами!» «Привидения!» Сказал Гивейчик и все засмеялось Нечалось ожидание вечера